Привет, подписчики канала Охотник.нет! Сегодня у нас две винтовки южнокорейского бренда Ivanix. Обе они, собственно, из серии Hunting Master, но с достаточно существенными отличиями. Это Hunting Master 3D Bullpup. Вот такая футуристичная винтовка в железе. Достаточно короткая, компактная. Я расскажу сегодня о ее плюсах и минусах. Также очень хорошая винтовка, одна из самых лучших этой серии, это Ivanix Hunting Master K450. Ну, собственно, и начну я с нее. Итак, о плюсах. Это большой резервуар, а точнее, он выполнен в виде колбы, 450, собственно, его объем. Это очень много, потому что на Hunting Master обычных винтовках и Bullpup всего 280. Поскольку данная винтовка выполнена в калибре 4,5 миллиметра, то выстрелов получается просто космическое количество с очень высокой мощностью. Сразу хочу отметить, что винтовка стреляет только тяжелыми пулями. Рекомендуем использовать родные корейские пули фирмы Samyang. Это единственная винтовка и самая первая на сегодняшний день от бренда Ivanix. Наверное, может быть, я совру, потому что новые винтовки тоже появились, а именно с револьверным взводом. То есть эта винтовка у нас полуавтомат. Что мы видим? Это пистолетная рукоять, американский орех, очень красивый, качественный, небольшая планка вивер сверху, барабан и, собственно, пистолетный взвод. Так, по поводу резервуара сразу скажу очень удобную вещь. Здесь, как вы можете видеть, вот это не порт под штуцер, это сразу квик. Рядом, кстати, манометр. То есть, чем это хорошо? Вы просто на квик, собственно, вставляете быстросъемное крепление и можете сразу приступать к заправке. Нету никакого травления, то есть винтовка получается подсоединена к заправочной станции или компрессору, насосу намертво. И даже если вы случайно сдули резервуар в ноль или у вас, может быть, прокладки какие-то истерлись и травят, то вы все равно без проблем накачаете этот резервуар и не нужно будет применять баллон и, соответственно, ударную забивку, так называемую. Я про нее расскажу на примере Bullpup 3D хантинг-мастера. Ну, по поводу автоматики, смотрите, как это все происходит. То есть у вас есть два варианта. Либо вы стреляете как бы механически, то есть вы отводите назад крок, нажимаете, происходит выстрел. Либо вы жертвуете плавным усилием на спусковой крючок и стреляете подряд, то есть в режиме полуавтомат. Кстати, как можно заметить, звук выстрела довольно приглушенный. Это благодаря тому, что интегрированный модератор, то есть вот он как бы ствол идет удолщенный, это он и есть. Если хотите добиться показателей более высоких, то можно, конечно, накрутить на резьбу внутреннюю дополнительный модератор или установить сверху на поджимных бужонах, таких винтах. Откладываем К-450 и берем хантинг-мастера 3D Bullpup. Вот она сразу видна такая коротенькая, с резиновым затыльником, очень интересного тактического такого вида. Огромная просто планка-вивер по всей длине ствола. Можно стрелять с одной руки, так как она достаточно легкая. Ну, по мощности она не теряет преимуществ классического хантинг-мастера и о том, о котором я рассказывал ранее, о К-450. Снизу тоже установлена длинная планка-вивер. Сюда можно поставить все, что угодно. Это сошки, тактический фонарь, дополнительная тактическая ручка, за которую вы можете держаться. По спуску и по автоматике все то же самое, то есть полуавтоматическая или стандартная стрельба. Сама рукоятка выполнена из пластика. И теперь о минусах этого резервуара. Как мы видим, по манометру винтовка сдута в ноль. К сожалению, правилами транспортировки это предусмотрено, но сами производители Иваникс утверждают, что ниже 40 опускаться не стоит. Я с ним полностью согласен. Потому что, если вы опустились в ноль, вы винтовку не накачаете обычными подручными средствами, такими как насос или компрессор. Да и обыкновенная заправочная станция сомневается, что справится с учетом того, что должна быть ударная забивка. Здесь резервуара 280. Это довольно скромно, но для данного калибра это вполне хватает. Соответственно, в комплект ее штуцер, который вы сюда доставляете и осуществляете через порт заправку, чтобы заправить ее с нуля. Мы берем баллон, берем заправочную станцию без дросселя, выкручиваем дроссель, либо берем, например, шланг от компрессора с элементом стравливания воздуха, обратным клапаном вставляем и, соответственно, подаем сразу много давления, чтобы воздух пошел туда, а не через ствол. Заправка осуществляется только при отжатии курка, то есть вы его отжимаете и тогда воздух свободно пойдет. Если вы его не отжали, возможно, что вашего давления просто не хватит. Ну, о плюсах и минусах вроде бы все рассказал. Конечно, более короткий ствол повлияет на кучность на дистанциях по точности стрельбы. Также винтовка оснащена интегрированным модератором, то есть стреляет она достаточно приглушенно. Ну и достаточно много возможных вариантов ношения на плече, сошки, оптика и так далее. Металл достаточно качественный, холодный. И винтовка, в принципе, очень удобная, компактная. То есть как бы у папы ее рассмотреть очень интересный, достойный вариант и стоит она дешевле, чем вот такая вот красавица в орехе. Этих винтовок немного, но они пока есть, поэтому спешите их приобретать в охотника.нет